Добрый день! На 12-м канале час новостей. В студии Анна Кокорина и главные выпуски. Проведут голубое топливо со скидкой. В регионе разработана дорожная карта по льготной газификации. Кто может претендовать на господдержку? За работу на благо страны. Ко дню России глава региона отметил выдающихся мечей. Особую награду достоили многодетную мать Оксану Ситину. Второе рождение. В уничтоженной пожаром деревни Каракуль возводят новые дома. Помогли вещи, стиральные, холодильник. Все, недавно привозили. Покажем, как поселение возрождается из пепла. Скрывал IP-адреса, теперь прячется от журналистов. 17-летнего сочувствующего казанскому стрелку взяли под стражу. И обратный отчет запущен. До старта международной гонки «Шелковый путь» 20 дней. Раскроем некоторые секреты церемонии открытия. Жители региона смогут сэкономить на газификации своих домов. Такую возможность предусматривает новый закон. Действовать он начнет со следующего года. Об этом рассказал министр энергетики Антон Гаак. Теперь в каждом субъекте появится и единый оператор. Организация, которая будет отвечать за газоснабжение региона. Фирмы заключат контракты со всеми компаниями, которые занимаются прокладкой газопровода до границ земельных участков. Как раз стоимость этих услуг и исключат из общей статьи расходов. Вот эти 70 тысяч рублей до границы земельного участка, последняя миля, так скажем, она будет исключена из затратной части. Соответственно, те затраты, которые касаются проектирования, проведения газопровода внутри земельного участка и приобретения монтаж самого котла и системы вентиляции, это остается за жителями. Глава ведомства отметил, речи о компенсации затрат тем жителям, которые уже подключили свои дома к голубому топливу, не идет. Это не предусмотрено региональными программами. Что касается темпов газификации, в этом году газ поступит еще в 7600 квартир. До конца года получат его и жители Называевска. Сейчас в районе ведется монтаж магистрального газопровода. За служение Родине губернатор вручил выдающимся мечам государственные награды, почетные звания и благодарственные письма. Торжественную церемонию провели в преддверии одного из главных праздников страны – Дня России. Его отметят 12 июня. Из рук главы региона награды получили почти три десятка человек. Это промышленники, деятели культуры, учителя, управленцы, работники социальной сферы и сельского хозяйства. Каждый из них, по словам губернатора, добился на своем месте серьезных успехов, которые, в свою очередь, являются залогом развития не только Омского региона, но и всей России. В этом зале сегодня присутствуют представители разных профессий, представители разных сфер. Это и промышленность, и сельское хозяйство, образование, спорт, социальная защита и другие. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали, что вы еще сделаете для нашей Омской области и для нашей России. Спасибо, что вы не останавливаетесь на достигнутом, а всегда двигаетесь вперед. Это заслуживает уважения. Это событие у любого человека, независимо от профессии, скорее всего. Тем более, художники, присуждение звания заслуженного деятеля культуры в Омской области, оно более значило, естественно. Я думаю, что я буду работать на благо области. Тем более, я родился в области, я работал здесь, учился. А вот амичка Оксана Ситина, которая недавно была удостоена Ордена Родительской Славы, сегодня получила из-за губернатора и ключи от микроавтобуса. В семье из Черлакского района 12 детей. Микроавтобус – отличный подарок. Не скрывает радость Оксана Ситина. Теперь детей будут возить в школу и на секции. Напомню, 1 июня многодетная семья онлайн встретилась с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поздравила мечей с полученным орденом и поблагодарил родителей за ответственный подход к воспитанию. Старшей дочери Ситинах 21 год, младшей 4 месяца. Президент дети рассказали о своих увлечениях. Они занимаются спортом, посещают секции в художественной и музыкальной школах. Помогли всем миром. Выгоревшая дотла деревня Каракуль в Большичинском районе возвращается к привычной жизни. На пепелищах уже возводят новые дома, бани и хозяйственные постройки. Со стройматериалами проблем нет, говорят местные жители. Помогает им также с питанием. Напомню, страшный пожар в начале мая практически полностью уничтожил подзеление. В огне сгорели больше десятка жилых домов, но в беде людей не оставили. Финансовую поддержку оказались в бюджетах всех уровней. Все необходимое для жизни собрали и неравнодушные. Как возрождается деревня, увидела Дарья Шадрина. Индира Ибрагимова показывает, где появится новый дом. Все, что осталось от прежнего, это старая железная печь. Пожар, который бушевал в деревне, уничтожил почти половину поселения. Так оно выглядит с высоты птичьего полета. Дома вместе с бытовыми постройками стерты с лица земли. Местным придется заново отстраивать деревню. Возведение дома Индира начала одной из первых. Траншеи под будущий фундамент уже готовы. Песок и цемент закуплены. А уже через пару дней и старый привезут сруб. Его заказали у знакомых. У нас, допустим, дом 8 на 5. У нас обойдется на 262 тысячи. Вместе с бани. Нам надо до середины июня, надо все в дом поставить. Уже надо, чуть-чуть уже до осени осталось. Тем более, сейчас сено надо заготовить. И тоже время. Строить новые дома постепенно начинают и соседи Индиры. Скоро старая татарская деревня преобразится. На единственной улице будут красоваться новенькие срубы. Некоторые из них уже доставили. Без помощи областного правительства люди бы не справились. Каждому из пострадавших по 50 тысяч выделили в Министерстве социального развития. Еще по 10 – местная администрация. Из регионального бюджета прописанные в сгоревших домах получили по 100 тысяч рублей. Собственники – 300. Вот только таким правом по официальным документам обладали лишь 5 человек. Говорят, когда покупали дом и землю, не задумывались о возможных последствиях. Мы купили 6 лет назад. И хозяин бывший умер. Дочка его занималась продажей. Ну и там что-то на землю документы нашли, а на дом нет. В местной администрации людям объясняют, что по закону из-за отсутствия документов выплатить каждому максимальную сумму компенсации невозможно. Но людей в беде не бросают. Советского Союза давно нет. А с того времени никто не подходил. Не оформление права собственности, не оформление земли. И де юре, даже те люди, которые попали в беду, оказать им законно материальную помощь нет оснований, потому что это будет нарушение закона. На нарушение закона никто не пойдет, потому что последствия всем понятны, какие это будут. Поэтому мы решили, коль мы хотим сделать доброе дело, значит у людей на момент завершения строительства должны быть все юридические права на данное помещение. Во-первых, будет собственность на землю, и во-вторых, оформят собственность на строение. Всю бумажную волокиту администрация района взяла на себя. Людям, у которых сгорели документы, их восстановили за два дня. Чтобы не повторять ошибок прошлого, новые дома застрахуют. Людям помогают решить любые возникающие вопросы. Для этого в каракуль регулярно приезжает глава администрации. Вот через 15 дней, давайте договоримся, еще раз приеду. Посмотрим, что получается, какая помощь нужна. Хорошо? Вот это будем оперативно вместе с вами делать. Договорились? Хорошо. Помогли и жители региона. Собрали для пострадавших вещи, домашнюю утварь, предметы гигиены, крупную бытовую технику. Помогли и финансово. Собрали около 7 миллионов рублей. Помогли, помогли. Вещи, туда стиральный, холодильник, все. Недавно привозили все питание, все этим, нет проблем. Спасибо, кто это организовали. Должен появиться в деревне и новый магазин. Старый уничтожил пожар. В администрации пообещали. Не просто поставят павильон, займутся развитием предпринимательства в отдаленной деревеньке. Пока же организовали подвоз продуктов. С продуктами питания решается вопрос, да? Да, мы никому не знаем. Заявочка идет. То есть вы заявочку даете, все по заявочке привозят? Да, да, да. Хлеб, все еще. Хорошо, привозят. Ну, я думаю, я сейчас предпринимателя тоже приеду, подзову. Я знаю, что они так говорят. Ну, посмотрим. Здравствуйте. Ларечек временный пока сделаем. А там потом разберемся. Либо здесь помещение приобретем, либо предпринимателю грант дадим, чтобы он поставил торговую точку здесь. Но угрозы возникновения пожара в каракуле все еще есть. Поэтому здесь установили помпу. Местные проливают опасные участки, которые до сих пор тлеют. Почва торфяная, огонь мог уйти глубоко. Несмотря на все трудности, которые выпали на долю местных, уезжать из родной деревни не планируют. Здесь родились, здесь работал все же. И тут же на пенсию шел. Куда уже ехать? Новые дома и новая жизнь. Но все это со слезами, объясняют местные, не стоило той трагедии, которую пришлось пережить. Пожар разделил их жизнь на до и после. 12 июня в селе Каракуль будет праздник. День России отметят с размахом. А когда закончится строительство новых домов, отпразднуют и юбилей села. В этом году ему исполняется 360 лет. Дарья Шадрина, Сергей Никифоров, 12 канал. Держал в страхе весь город. В перерывах между уроками силовики задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Им оказался 17-летний подросток. По версии следствия, именно школьник стоит за волной лжеминирований, которые захлестнуло Омск минувшей весной. Для совершения преступления старшеклассник установил на домашнем ноутбуке специальное программное обеспечение, скрывающее IP-адреса. Использовал он и подложенные имена. Все это затрудняло поиски. А когда полиция и ФСБ все же вычислили псевдоминера и нагрянули для задержания, тот попытался избавиться от улик. Родственники школьника в это не верят и защищают его не только от силовиков, но и от СМИ. По электронной почте приходили однотипные письма о готовящихся взрывах и иных действиях, создающих опасность гибели людей. Все объекты были проверены в установленном порядке. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Письма смерти школьник слал в детские сады, школы, суды и городские больницы, а также в административные учреждения. Требовал деньги, в случае отказа грозил взрывом. В одном из писем даже выразил сочувствие казанскому стрелку. В отношении старшеклассника уже завели уголовные дела по фактам заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Свою вину подозреваемый не признает. Центральный суд отправил омеча в СИЗО на два месяца. О ходе заседания и о том, почему школьник надеется уйти от ответственности, расскажем в следующем выпуске «Часу новостей» в 17.00. 20 дней до одного из самых ожидаемых событий этого лета. Уже 1 июля на Соборной площади дадут старт шелковому пути. Открытие пройдет под звуки симфонического оркестра. Зрители увидят показательные выступления автомногоборцев, картингистов и каскадеров. Сама гонка стартует 2 июля от учебного центра ВДВ. Маршрут соединит две страны, Россию и Монголию, и пройдет через несколько городов, в том числе и Омск, финиширует гонка 11 июля в Улан-Баторе. Оркомитет работает 24 часа в сутки, чтобы ралли прошло на высочайшем уровне. На следующей неделе Омск посетит руководитель проекта Владимир Чагин. Напомню, ежегодное спортивное состязание проводится с 2009 года. В этом году в рамках шелкового пути пройдет этап Кубка мира по ралли-рейдам Международной Федерации автоспорта и этап Чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной Музыциклетной Федерации. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды этого полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мечам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма меда в подарок на выбор мед живицы или мед с имбирем. Подробности далее. Опытные пчеловоды привезли в Омск десятки видов вкусного и полезного лакомства с лучших пасек Алтая, Башкирии и Дальнего Востока. Кроме классических сортов – липовые, цветочные и разнотравья, а мечам предлагают попробовать и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке широкий ассортимент целебного меда с добавлением пчелопродуктов. Сейчас в период вирусных заболеваний и простудных порекомендовала бы уникальный наш пчелопродукт – это пергаз с узковым молей и прополисом. Он повышает иммунитет, придает бодрости и сил. Тут полный комплекс витамин, витамины, поливитамины, аминокислоты, которые полностью усваиваются организмом. Помимо большого выбора и выгодных цен покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма меда в подарок на выбор – мед с живицы или мед с имбирем. Попробовать и выбрать полезное лакомство – свежего урожая, а мечи могут сразу на нескольких площадках. Выставка продажа меда проводится с 11 по 22 июня. В экспоцентре остановка «Континент», в торговом доме «Корона» остановка ДК имени Баранова и в ДК имени Молунцева. Спонсор прогноза погоды и посевкова Марина Балакановна выставка продажи теплиц в Омске. Итак, завтра, 12 июня, в городе переменная облачность без осадков. В ночные часы плюс 9-12, днем до 22 градусов выше нуля. В районах облачно, местами возможен дождь, ночью до 12 градусов, со знаком плюс, в дневные часы до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу, поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...